Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал TechUnion, и сегодня у нас обзор на 7-дюймовый монитор от компании N-Design. Это 4K версия C7, это яркий 4K экран, и он еще и сенсорный. Обзоров на такие мониторчики у нас на канале довольно-таки много, и сегодня посмотрим на очередной из них. Давайте начинать, поехали! Итак, первым делом давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте с этим монитором. Кстати, использовать мы будем его в режиссерской клетке, которая стоит у нас вот там сзади. Там сейчас установлен другой монитор. Я думаю, что он там впишется намного лучше. Значит, что мы с вами здесь найдем в комплекте? Давайте открывать и смотреть. В комплекте у нас имеется тряпочка для того, чтобы протирать экран. В принципе, очень важно. Инструкции, гарантии и так далее. Сверху мы можем найти сам монитор. Он у нас надежно запакован. Мы его уже распаковывали, смотрели и, в принципе, сняли с него защитную пленку. Значит, вот таким образом у нас выглядит сам монитор. Про него немножко позже. Давайте посмотрим, что у нас еще идет в комплекте. И потом посмотрим на функции монитора. Значит, в коробке мы с вами можем найти два кабеля. Это у нас HDMI кабеля. Один micro HDMI, второй mini HDMI для того, чтобы подключать камеры. В самом же мониторе у нас полноценный HDMI. Поэтому, если у вас камера с HDMI, вам понадобится еще кабель HDMI-HDMI для подключения к этому монитору. Ну и также в комплекте у нас идет вот такое вот G-образное крепление. Для чего оно нужно? Кстати, у нас их довольно-таки много. Мы их ни разу не использовали. Крепится она следующим образом. То есть вы вот сюда сбоку прикручиваете. И потом после этого вы можете установить это все дело на горячий башмак на вашей камере. И далее вот так его наклонять, если в этом есть необходимость. Но мы этим не пользуемся. Плюс мы этот монитор будем устанавливать в режиссерскую клетку. И смысла в этом особого нет. Теперь давайте пройдемся по самому монитору. На верхней грани у нас имеется клавиша меню. Она же нажимается, она же листается для того, чтобы перемещаться по меню. Сверху у нас имеется три клавиши F1, F2, F3, на которые вы можете назначать действия, которые вы хотите. То есть быстрый вызов гистограммы, фолкскалор и так далее. Все это указывается в настройках. С левой стороны у нас имеется клавиша включения тача. Также 1,4 дюйма резьба для прикручивания, например, либо вот таких штук, либо Magic Arm, либо можно вот так вертикально поставить ваш монитор. На нижней грани у нас имеется два HDMI, один на вход, второй на выход. Питание 12 вольт входное и выходное питание 8,4 вольта, например, для подключения каких-то камер, для того, чтобы питать это все от монитора. Снизу также имеется резьба 1,4 дюйма. И с правой грани у нас также имеется еще одна резьба 1,4 дюйма и слот под SD-карточку для загрузки, например, лутов, для того, чтобы сразу же можно было красить вашу картинку. Ну и на задней части у нас имеется слот для подключения двух батареек Sony NPF, для того, чтобы питать это устройство. Мы будем его использовать без батареек NPF, то есть мы будем питать его от 1-пинового кабеля по 12 вольт от V-mount, но сейчас для того, чтобы вы включите и пройтись по всем настройкам, подключим сюда батарейки Sony. Итак, монитор включился, теперь пройдемся по его настройкам. Если проводить пальцем по левой части, мы можем увеличивать или уменьшать яркость. В принципе, как и всегда было, то же самое происходит с правой частью монитора. Если делаем свайп снизу вверх, то можем увеличивать громкость. Здесь есть встроенный динамик и также есть разъем 3,5 мм для подключения наушников, чтобы можно было мониторить звук, если этого разъема нет у вас в камере. Теперь предлагаю пройтись по меню. Однократным нажатием на клавишу меню у нас открывается доступ к быстрым настройкам. То есть мы можем включить рамку для того, чтобы правильно кадрировать все в кадре. Также у нас имеется safety marker, то есть мы можем выбрать, под какое соотношение мы снимаем. Например, 16 на 9. И таким образом мы не будем выходить за эту рамку, если мы, например, снимаем видео в большем соотношении. Например, нам нужно по итогу получить видео 4 на 3. И включаем этот safety marker. И таким образом мы с вами снимаем картинку, которая будет и 16 на 9. И при этом, если мы укропнем 4 к 3, то у нас ничего по изображению не поменяется. Идем дальше. Следующее это центр маркер. Просто включает маркер, который у нас по центру, для того, чтобы... Для чего, кстати, вы используете центр маркер? Напишите, будет интересно почитать. Кстати, если это колесико просто крутить, то у нас увеличивается, уменьшается яркость монитора. Это также удобно, если вы, например, не хотите использовать сенсорный экран. Далее у нас идет настройка, которая также отвечает у нас за сейфти зоны. Только она работает немножко по-другому. То, что не будет в кадре, она сразу отсекает черным. То есть мы, например, снимаем 2.35 к 1. Мы видим только центральную часть. Остальная информация у нас будет либо отсутствовать, либо будет затемнена. Это что касается четвертой вкладки. Идем дальше. Следующая это false color. В принципе, есть два типа. Type 1 и Type 2. Ну и крайняя вкладка это LAT switch, который позволяет вам накладывать LAT, если вы, например, снимаете в логарифме на вашу камеру. Это что касается у нас по меню быстрого доступа. По умолчанию у нас клавиша F1 отвечает за включение и выключение звука. Клавиша 2 у нас отвечает за выбор цвета картинки. То есть вы можете выводить все в RGB, либо же в черно-белом для того, чтобы, например, правильно проэкспонировать. Но я, если честно, никогда этой функцией не пользуюсь. И клавиша F3 у нас отвечает за вывод всей информации. То есть здесь у нас и вейформа, и гистограмма, и также вектороскоп. То есть все здесь у нас есть при нажатии на клавишу F3. Если нажать на клавишу меню и зажатие, то мы попадаем уже в более подробные настройки. И я не вижу смысла в них задерживаться, потому что здесь, в принципе, все то же самое, что вы получаете на других мониторах N-Design. Я внизу под этим видео оставлю ссылки на обзоры других мониторов от компании N-Design. Там вы сможете ознакомиться с всем функционалом меню. Я не вижу смысла об этом повторяться в каждом обзоре. Ну и также сейчас предлагаю провести еще один тест. Мы выйдем на улицу и посмотрим на эти два монитора. Это N-Design, который у нас был в прошлый раз на обзоре. Это же новый N-Design 4K Ultra Bright. Мы сейчас выйдем и посмотрим на улице, на солнце, насколько у них отличается яркость. Ну и посмотрим, насколько Ultra Bright показывает себя лучше на солнце. Поехали. Теперь, как я и обещал, проводим небольшой тест. Это у нас N-Design A6+, это у нас N-Design C7 Ultra Bright. Здесь, я напомню, 2200 нит. Ну и, в принципе, даже вот так можно видеть, вот под углом, что на этом мониторчике, в принципе, хоть что-то видно, на этом нет. То есть мы можем убирать яркость. Это вот минимальная яркость. И вот это у нас максимальная яркость. Здесь же, например, у меня даже iPhone не может сфокусироваться на этом экране, но вот мы видим, что на максимальной яркости, в принципе, нам не видно. Сейчас вот здесь будет скриншот. Я померил специально прибором Luma, сколько у нас здесь света, для того, чтобы вы понимали. Ну и, в принципе, здесь под всеми углами видно, что яркость у этого мониторчика довольно-таки большая. Делать выводы вам. А эта картинка, кстати, идет у нас с камеры Blackmagic, которая вон там вот лежит. Ну и теперь подведем краткий итог. Стоимость данного монитора 279 долларов. За это вы получаете яркость 2200 нит и также разрешение 1920 на 1200. Также возможность добавлять луты, слушать звук через встроенный вход для наушников и, в принципе, выдавать через этот монитор картинку. То есть здесь есть HDMI in и HDMI out. Пишите в комментариях, что вы думаете про стоимость данного монитора. Ну и напишите, купили вы бы его себе и для каких целей. Мы же его будем использовать как режиссерский монитор. С вами был Даня, канал TechUnion. Ссылку на покупку мы оставим в описании под этим видео. Не забывайте подписываться, оценивать данный ролик и оставлять комментарии. Ну а также в комментариях еще пишите, про какие устройства вы бы хотели видеть обзоры. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok